С детства я оставила перед собой цель внести свой вклад в социально-экономическое развитие. Мои родители хотели, чтобы я стала преподавателем по классу фортепиано. Я сказала, нет, я пойду в Бакинский государственный университет, поверьте, со временем я построю карьеру. Когда я пришла в Азеркосмос, у меня появились примеры для подражания. Женщины-руководители серьезных технических отделов и команд. Азербайджанские женщины, возглавляющие отрасль, в которой доминируют мужчины. Видя перед собой наглядные примеры, понимаешь, что это достижимо. Это доступно, и я тоже смогу. И постепенно я пришла к этому. Сейчас у меня в подчинении 10 человек. В моей команде соблюдается гендерное равенство. Женщины-мужчин поровну. И я вижу, что такое сочетание разных точек зрения дает хороший результат. Я очень горжусь тем, что работаю в космической отрасли. Она уникальна и приносит человечеству много пользы. Мы предоставляем услуги видеосвязи и передачи данных более чем 200 клиентам из 40 стран. Мы предоставляем геоинформационные услуги, например, экологический мониторинг, управление водными ресурсами, обновление карт, обнаружение объектов. Мы также наблюдаем за климатическими изменениями. Вся эта информация фиксируется и передается правительству, чтобы они строили политику на основе данных, поступающих со спутников и с Земли. У нас есть отдел, занимающийся развитием космической экосистемы в Азербайджане путем проведения различных мероприятий, конкурсов, хакатонов, акселерационных программ. Мы принимали в Азербайджане Международный конгресс астронавтики. Это был самый многонациональный МКА, в котором приняли участие 132 страны. Впервые к федерации присоединились 50 новых членов из соседних регионов. Стратегия развития Азеркосмос вдохновляет меня на то, чтобы расти до уровня международных лидеров в космической отрасли. Я училась в Международном космическом университете в Страсбурге, проходила курс для руководителей космической отрасли. Сейчас я стараюсь передать эти знания. Я являюсь наставником молодежи в рамках нашей программы «Наставничество для женщин». У нас есть и другие международные наставники. Я стараюсь заронить в них семена вдохновения, и уже вижу, как появляются большие деревья. Одна из наших подопечных поступила в Гарвардский университет, где будет учиться на бакалавра по специальности, связанной с космосом. Я вижу, что в Азербайджане растет число женщин-руководителей во всех отраслях. Если вы четко знаете направление, в котором хотите двигаться, упорно трудитесь. Постепенно роли и пути приведут вас к цели. Замахнитесь на Луну, не достигнете, все равно окажетесь среди звезд.